Ставка на молодых. Предварительное голосование по довыборам депутатов прошло в Щёлковском районе. Местное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурами в Советы депутатов поселений Щёлково, Фрянова, Трубинское, Огодневское, Свердловское и Анискинское. На победителей будет сделана ставка в единый день голосования 10 сентября. Необходимость проведения довыборов возникла после досрочного сложения отдельными депутатами полномочий. Аналогичным образом должны были выбрать кандидата на должность главы поселений Монина, срок работы которого истекает в этом году. Решением регионального полицовета «Единая Россия» голосование было перенесено на 18 июня. В день предварительного голосования 21 мая в Щёлковском районе работали 9 счётных участков, из них 3 в городском поселении Щёлково. В 10 утра во Дворце культуры имени Чкалова свой бюллетень опустила временно исполняющая полномочия главы Щёлковского района, секретарь полицовета местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева. В школе номер 10 проходит дополнительное предварительное голосование в Совет депутатов городского поселения Щёлково. Мы видим, что население приходит, кстати, может сюда явиться любой желающий, оставить галочку за нужного кандидата. Видим, что здесь всё довольно-таки хорошо оборудовано, есть кабинки для голосования, урны. В день голосования на участке, расположенном на Щёлковском металлургическом заводе, побывала Надежда Суровцева. Люди идут, они выражают своё мнение, и причём мы проводим предварительное голосование по первой модели, и приходить на участки предварительного голосования могут не только члены партии «Единая Россия», но и любой желающий, который хочет высказать своё мнение для того, чтобы потом тот человек, которому он доверяет, стал кандидатом от «Единой России» на довыборах в Совет депутатов, который будет проходить в сентябре этого года. На счётных участках Надежда Суровцева отметила хорошую организацию работы комиссий. Наличие кабинок и урн для голосования, достаточное количество бюллетеней обеспечило Московское областное региональное отделение партии. Кандидаты прошли голосование на региональном полицовете, представили сведения об отсутствии судимости. На одно место претендовали по 2-3 человека. Это наш партийный актив. Это те люди, которые, и в основном, я вам скажу, молодёжь, что очень тоже радует. Наша смена – это люди, которые помимо своей профессии, предприниматели, учителя. Предварительное голосование – это уже процесс отлаженный. И сегодня наши партийные структуры, первичные отделения, что самое главное, знают, что и как делать. Явка по Щелковскому району на предварительных выборах превысила 8%, это более 1200 человек. По результатам воскресного голосования в Анискинском получил доверие избиратели Игорь Сорокин, в Свердловском – Александр Скворцов, в Огодневском – с незначительным отрывом победил Иван Горюнов, в Африанове лидировали Лариса Осипова и Александр Ильенко, в Трубинском – Елена Ульянова. Как отметили в местном отделении партии, голосование прошло без нарушений и эксцессов. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».